Я из столицы Забайкальского края, город Чита. Принимаю участие в школьной археологической секции. Мой доклад основывается на реконструкции внешнего облика защитного вооружения Война-Махэ. С собой я привезла шлем, который мы реконструировали на основе данных 1993 года. Из крупных пластин металлом создавали миниатюрные пластины, обтачивали их и связывали между собой и в шлем, и в панцирь. Я участвую в секции клиническая медицина. Было представлено большое количество клинических докладов. Я непосредственно представляла доклад на тему реабилитации после коронавирусной инфекции. В рамках МНСК проходила секция математического моделирования. Только что выступил со своим докладом Эйлера-Лагранжевый подход для моделирования процесса производства технического углерода. Состоялось открытие нашей традиционной международной студенческой научной конференции. Она проводится в 62-й раз. Это очень важно для университета. И важно, что эта традиция продолжается. Это одна из самых больших конференций на территории России. В МНСК я первый раз участвовал еще сам, будучи студентом. МНСК для меня, так же, как и для многих студентов сейчас, является первой пробой своей дипломной работы. Все мои научно-побулярные лекции выходят корнями из того первого доклада, потому что я тогда очень хорошо проиллюстрировал свою работу и получил диплом первой степени. Я даже не ожидал, что я буду открывать МНСК в качестве докладчика с лекцией космонавтика 21 века. Я рассказывал о, в основном, непилотированных автоматических межпланетных станциях, которые изучают Солнечную систему. Почти 3000 участников, из них 600 иногородних, почти 430 школьников, что тоже очень важно, поскольку победы в этой конференции, они дают и преференции к поступлению в университет. Я считаю, что школьникам очень важно заниматься научной деятельностью с ранних лет, потому что это дает возможность узнать о каких-то научных теориях, терминах. В дальнейшем, возможно, из этих людей вырастут уже какие-то ученые, и чем раньше начать, тем, мне кажется, лучше. Прежде всего, эта конференция дает возможность познакомиться не только с университетом, но и с научно-образовательной инновационной экосистемой Новосибирского академгородка. Кураторы секции – действующие ученые. Многие участвуют и в взрослых, серьезных международных конференциях, в ближайшие другие страны, города. Они приносят этот дух реальной науки в университетскую конференцию, студенческую конференцию. Меня позвали прочитать один из докладов на открывающей сессии. Год назад у меня вышла статья, которая была посвящена молекулярной коммутации. Это некий новый механизм хранения информации в ДНК. У нас есть возможность открыть какие-то новые сущности для разных процессов биологии, типа старения, онкозаболевания, нервно-декоративные заболевания, которые базируются как раз на этом механизме. И вот до тех пор, пока я не показал искусственно его воссоздав в искусственной системе, мы принципиально не могли найти и обнаружить эту информацию. Прекрасная возможность обмена опытом, знакомства с студентами, которые также вовлечены в научную сферу. Были очень полезные вопросы. Студент понимает, над чем поработать, какую часть еще улучшить. И поэтому я думаю, что будет очень полезно выступить в таких конференциях. В целом, мне кажется, студенческие конференции, они как раз суперполезны для того, чтобы студенты вообще поняли, как идет общение, как задавать вопросы, научились это делать. Было очень много интересных вопросов, очень глубоких вопросов в том числе. Ну, я видел такой активный интерес в глазах. Минус-Кай — это хороший способ, во-первых, поучиться публичным выступлением, попробовать свои силы в диалоге, потому что ты докладываешь, потом тебе задают вопросы, ты учишься отвечать, работать с аудиторией, не бояться стресса, вот это все контролировать. Независимо от того, в какую область вы в дальнейшем пойдете, этот опыт будет для вас важным и незабываемым.